Детский смех сегодня заполнил стены большого концертного зала. Помощь маленьким татарстанцам не только главная задача благотворителей, но и дело каждого доброго человека. Всеобщие акции «Помоги ребенку», «Помоги собраться в школу» в Татарстане уже ежегодные. Таиф, КамАЗ, Газпром, Акбарс от крупных предприятий и бизнесменов до смени коммерческих организаций и простых граждан. Сегодня награды получают 96 благотворителей. А кто-то не просто помогает, а учит других это делать. Больше 10 лет в республике работает Центр развития добровольчества. И если в начале пути добровольцев насчитывалось 5 тысяч, то сегодня почти 50 тысяч по всему Татарстану. Они сначала хотят помогать детям. Потом они начинают помогать и природе, это экологические отряды, это и волонтеры-медики, это волонтеры-победы. Самые громкие овации победителям в номинации «Гражданин-благотворитель». Мужчины и женщины, молодые и пожилые из больших городов и тихих сел. Они каждый день доказывают, что лицо милосердия может быть любым. И нередко их неравнодушие дает старт уже целым благотворительным фондам. К примеру, «Благодарения» работают уже в нескольких районах, особенно в дальних, в Бавлинском и Ютезинском. Мы помогли открыть новую школу, помогли построить сельский клуб, медпункт, библиотеку. Почти 7 миллиардов рублей – это благотворительная помощь за прошедший 2017 год. К благодарности тех, кто ее получил, сегодня высшая оценка от руководства республики. Проект «Булгарк», проект «Свияжск», проект возведения собора. И, конечно, много-много проектов, которые, возможно, даже до руководства республики не доходят, а наши благотворители принимают активное участие. За 11 лет существования конкурса в нем приняли участие две с лишним тысячи предприятий, предпринимателей, фондов и простых татарстанцев. На благие дела собрали больше 35 миллиардов рублей. Лена Зинатульна, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова